во первых спасибо за кофе во вторых здравствуйте сегодня все утро провел попивая кофе и читая британскую прессу и от нее просто голова кругом но в любом случае давайте вам расскажу что творится на первых полосах газет почти все газеты единодушно на обложках напечатали информацию о воссоединении группы агата кристи да нет шучу какая агата кристи оазис конечно и начну я с манчестер ривнинг ньюс с ума сойти кричит заголовок и дальше целых четыре страницы о возвращении этой группы об их воссоединений да уж манчестер явно в восторге от новости о воссоединении своих самых знаменитых сыновей наверное после битлз которые из ливерпуля на обложке красуется фотография группы оазис заголовок кричит что бонхет один из участников оригинального состава группы присоединиться к ноэлю и лему галлахером в их воссоединительном туре в следующем году и вот это да фанаты наверно пищат от восторга но мы переходим к газетам которые касаются всей британии daily mirror тут тоже у нас фотография на первой обложке конечно же этих ребят но основная информация о том что кир стармер лидер либо ристов и наш премьер-министров с достаточно серьезным лицом предупредил они необходимости принятия болезненных решений для исправления финансового беспорядка который был оставлен консерваторами звучит это не очень весело а вот газета ай нам рассказывает о планах премьер-министра тоже оказывается он собрался в германию для того чтобы наладить отношения с крупнейшими членами и с дипломатия в действии так сказать он уже там есть уже какая-то информация но я не стал ей особо много уделять внимание что там показывать как они руки жмут друг другу и договариваются вот будет результат тогда и расскажем но газета таймс тоже пишет о стармере кроме конечно группы оазис представляете стармер хочет добиться приоритетного доступа к немецкой экономики для британских компаний амбициозно ничего не скажешь но посмотрим как у него это выйдет daily mail не отстает от этих газет на обложке стармера обвиняют в подготовке налогу налоговых рейдов на средний класс и все это после его признания что грядущий бюджет страны будет очень болезненным чувствуя этому немногие обрадуются газета guardian тоже пишет про стармера он обещает повернуть за угол по вопросам брексита и восстановить продуктивные отношения со странами ес ну интересно зачем тогда выходили и как он это теперь будет делать daily express бьет тревогу оказывается решение куда мы побежали что это такое где у нас daily express вот тут вот daily express бьет тревогу оказывается решение стармера отменить зимние выплаты на топливо для некоторых категорий граждан может создать чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения звучит пугающе но эта информация касается пенсионеров об этом поговорим позже газета daily telegraph снова пишет про средний класс и пишет что семьи готовятся к повышению налогов на прирост капитала после предупреждения стармера о болезненном осеннем бюджете похоже всем нам придется затянуть пояса газета метро призывает нас держаться за свои парки ну в смысле приготовьтесь к чему-то захватывающему а почему да потому что на первой полосе тоже новость о самом ожидаемом воссоединении в мире музыки снова оазиску даже без них ну по крайней мере британцы это точно ждут газета independent с огромные фотографии братьев но пишет о великом перезапуске брексита который собирается устроить этот премьер-министр газета называет это возможностью один раз за поколение исправить ущерб который нанесен выходом из европейского союза ну а что считает financial times по этому поводу они пишут что стармер сказал что осенний бюджет будет болезненным и похоже это самый сильный намек на то что либерийское правительство планирует повысить налоги в октябре ну а теперь самая главная информация от газеты daily star они сообщают что по мнению эксперта из индийской космической программы ну которая аналогична программы наса так вот этот эксперт сказал что если инопланетяне все-таки существуют то они скорее всего захотят уничтожить землю ну и на обложке заявляется что инопланетные захватчики сотрут нас всех с лица земли этот комментарий сделал шридхарой саманат хам саманат шридхарой саманат председатель индийского эквивалента наса как я уже сказал и он сказал что он верит в реальность инопланетян и как оказывается по его мнению что если две формы жизни вступают в контакт то одна из них должна обязательно доминировать над другой про мужчин и женщин он ничего не сказал но по его мнению если бы человеческая раса столкнулась с другой формой жизни то это было бы невероятной катастрофой для всех нас ну вот а я надеялся что инопланетяне придут к нам с миром ну что ж спасибо daily star за то что они нам об этом рассказали а также спасибо этому индусу саманат ху который так позитивно описывает наше будущее британские газеты в целом не дают нам заскучать в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на среду 28 августа для начала давайте поговорим о вчерашнем выступлении с заявлением которое сделал наш премьер-министр страшную весть принес я свой дом надежда завидите свои речи он озвучил следующие пять ключевых моментов это бюджетные трудности стармэр предупредил что осенний бюджет будет достаточно болезненным как написали все газеты тоже не призвал граждан готовится краткосрочным трудностям ради долгосрочных улучшений при этом подтвердив что налоги повышаться не будут отмена зимних выплат пенсионерам вторая проблема не правительство планирует отменить зимние выплаты для 10 миллионов британских пенсионеров которые не получают пенсионный кредит или другие льготы и это вызвало критику от эйч оф юкей и некоторых лейбористов об этом еще поговорим позже также обвинение в адрес консерваторов он тоже сделал стармэр обвинил своих предшественников в безрассудности и в том что они оставили черную дыру в бюджете на 22 миллиарда фунтов а также отказались решать сложные проблемы предоставляя популистские лекарства так сказать следующая проблема это реакция на беспорядки премьер-министр отметил что если нарушители использовали какие-то лазейки в системе зная что система правосудия была перегружена и не справляется с ситуацией особенно после недавних беспорядков то он будет это решать также было заявлено несколько обвинений в кумовстве стармэр отверг обвинения в кумовстве заявив что правительство стремится заполнять ключевые позиции лучшими специалистами они своими знакомыми и восстановить честность и прозрачность управления страной вот такие заявления он вчера сделал ну а теперь давайте подробнее о пенсионерах с октября этого года в великобритании 10 миллионов пенсионеров не получающих пенсионный кредит или другие льготы лишаться зимних выплат на сумму от 100 до 300 не фунтов это решение принято для того чтобы как-то заткнуть вот эту 22 миллиардную дыру в бюджете несмотря на рост цен на энергию на 10 процентов с октября организации такие как и чуке и and few по ватри колейшин выражают опасения что отмена этих выплат создать трудности для пенсионеров с низкими доходами и призывают к пересмотру этой политики никто не называет эту черную дыру своим словом но все знают куда уходят деньги хорошо продолжаем дальше про пенсионеров есть и хорошие новости британские пенсионеры которые проживают в странах ес это касается я думаю даже кого-то из наших зрителей они сохранят право на получение зимнего пособия несмотря на то что его планируется отменить для миллионов пенсионеров великобритании до 35 тысяч до 35 тысяч пенсионеров которые живут на континенте они все-таки будут получать пособия в размере 300 фунтов так как их права защищены соглашением о брексита решение о прекращении выплаты пособия для 10 миллионов пенсионеров которые находятся в великобритании вызвало как я уже сказал огромную критику не это скорее всего вызовет потенциальные трудности для как минимум двух миллионов пенсионеров ну а кирстармер заявил что это было необходимым шагом для исправления финансовых дел несмотря на какую-либо критику а вот правила европейского союза позволяют сохранение пособия для пенсионеров которые переехали до 1 января 2021 года и имеют связь с великобританией компания эрой си заявляет что цены на бензин великобритании должны быть на 6 пенсов ниже чем они сейчас поскольку оптовые цены на нефть снизились с июля но несмотря на это средняя цена бензина на заправках составляет 142 пенса за литр хотя оптовая цена составляет 103 пенса за литр с учетом розничной наценки и ндс бензин должен стоить около 136 пенсов а дизель 139 вместо текущих 147 это несоответствие по мнению россии продолжает наносить ущерб водителям и способствует увеличению инфляции организация призывает правительство и регулирующие органы принять хоть какие-нибудь меры в последнее время все больше магазинов и кафе отказываются от приема наличных денег что вызывает недовольство у многих покупателей теска например большая компания казалось бы со своими супермаркетами но они недавно объявили что в 40 своих кафе они больше не будут принимать наличные и это решение вызвало очередную волну негодования среди покупателей особенно среди пожилых людей которые привыкли пользоваться только наличными переход на безналичную систему вызывает обеспокоенность особенно среди пожилых людей и людей с ограниченными возможностями которые могут испытывать трудности с использованием технологий новых технологий а теска утверждает что кассиры всегда готовы помочь своим клиентам которые будут испытывать трудности с новыми системами и отказ на от а личных от наличных не привел к сокращению рабочих мест однако многие опасаются что это решение может создать дополнительные проблемы для некоторых групп населения школах великобритании вводятся строгие меры по борьбе с использованием мобильных телефонов включая случайные обыски некоторых детей и использование металлодетекторов для того чтобы предотвратить проникновение устройств в учебные классы учителей снабдили ручными сканерами которые обычно применяются для поиска оружия для того чтобы они проверяли учеников начиная с пятилетнего возраста некоторые школы обновили свою политику требуя чтобы телефоны были выключены и оставались в сумках эти меры вызваны обеспокоенностью по поводу отвлечения учеников и поддерживаются рекомендациями правительства что можно сказать хорошо нам было без телефонов в школе только на оружие тогда проверяли и гуарески рогатка гвирески и маны она останется у меня и вы прогулки и кванты дико прошу всех сдать оружие гвирески к доске ну а теперь о том что мы едим альтернативные белки такие как мясо выращенное в лаборатории также насекомые и грибы имеют потенциал улучшить здоровье как пишет bbc сохранить природу и укрепить продовольственную безопасность однако их проникновение на рынок пока что ограничено новый проект стоимостью в 38 миллионов фунтов поддерживаемый ю кей р ай и другими заинтересованными сторонами нацелен на популяризацию альтернативных белков в великобритании цель доказать не доказать даже создать доказательскую базу и устранить препятствия для выхода таких продуктов на рынок а также сделать великобританию мировым лидером в этой области этот проект также учитывает возможные риски и стремится поддержать фермеров условиях таких перемен это может не только создать тысячи рабочих мест в великобритании но сделать страну лидером в этой области как пишет пресса я же знаю что на самом деле стейка нет но когда я положу кусочек в рот матрица скажет моему мозгу что он сочный и вкусный очередной пожар в на востоке лондон в высоком здании в районе blackwell туннела был вызван неосторожным обращением с курительными материалами как написано в газетах то есть ну кто-то покурил неудачно у себя дома и в итоге вспыхнул огонь и квартира на двадцать пятом этаже 40 45-этажного здания загорелась уничтожив часть балкона на место происшествия прибыло около 70 пожарных и 10 пожарных машин и половине третьего дня пожар все-таки был локализован пострадавших нет но жителям близлежащих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми из-за большого количества дыма очевидец с канаре воров сообщил о чувстве тревоги в виде огонь и разрушения и отметил что это уже второй пожар в восточном лондоне за 24 часа не курите в постели вот так можно прокомментировать это видео в тюрьмах для мужчин в англии уэльсе осталось менее ста свободных мест об этом сообщает bbc влияние длинных выходных а также рост числа арестов из-за фестивалей привели к переполнению учреждений но в ближайшие дни ожидается освобождение большого числа заключенных по данным на 23 августа в тюрьмах находится восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто шесть мужчин и три тысячи шестьсот тридцать восемь женщин что является рекордным показателем с 2011 года в связи с перегрузкой системы правительство запланировала досрочное освобождение части заключенных с 10 сентября а также внедрила операцию раннее утро при которой подозреваемые будут содержаться в полицейских участках до освобождения места в тюрьме премьер-министр кейр стармер заявил что кризис в тюремной системе осложняют управление и наказание за насильственные преступления здорово одних выпускать для того чтобы других запускать жители района эрдингтон в бирмингеме очень обрадовались когда узнали что их район не попал в список самых криминальных мест города в отличие от соседнего астана который уже возглавляет антирейтинг там 446 преступлений было только в июне этого года по данным предоставленным бирмингем life другие районы с высоким узором уровнем преступности включают в себя лозелс и ист хенсворд саут ярдли и смол хит в районе black country самым криминальным местом стал west bromwich там произошло девятьсот тридцать одно преступление генеральный директор компании rainer майкл о лире предложил ограничить продажу алкоголя в аэропортах до двух напитков на человека после увеличения случаев насилия на бортах самолетов которые происходили этим летом особенно часто инциденты происходят на рейсах из великобритании на популярные курортные направления такие как ибица и греческие острова о лире связывает рост агрессивного поведения с употреблением алкоголя в сочетании с наркотиками и медикаментами он отметил что задержки рейсов усугубляют проблему давая пассажирам больше времени на выпивку в аэропорту что приводит к трудностям в управлении ситуации на борту самолета о том чтобы бороться с задержками вылетов он не подумал не подумал ведь проще запретить сам алкоголь и следующая информация тоже не о самолетах 11 граждан великобритании были арестованы после того как в аэропорту бирбингема в их чемоданах обнаружили 510 килограмм каннабиса на сумму 5 миллионов фунтов задержанные прилетели из таиланда через аэропорт париж шарль деголь аресты произошли на фоне значительного увеличения количества каннабиса обнаруженного в британских аэропортах где за этот год изъято около 15 тонн этого наркотика что в три раза больше по сравнению с прошлым годом представители национального агентства по борьбе с преступностью связывают рост попыток контрабанды с переизбытком каннабиса в тех странах где он легализован а также более высокой прибылью на британском рынке но если вы не пользуетесь наркотиками а просто любите путешествовать то не забудьте есть прекрасная компания авиасейлс которая предлагает найти при помощи их сервиса самые недорогие варианты перелетов между странами сервис подбирается самый оптимальный самый недорогой маршрут вместо того чтобы вы лазили по сайтам и искали билеты где где сэкономить где нет поэтому не забудьте нажать на ссылочку авиасейлс посмотреть как просто там найти билет а теперь давайте посмотрим что нам скажет игорь павлов который вернулся в студию с прогнозом погоды доброе утро уважаемые зрители желаю всем отличного дня и хорошего настроения но кто бы мог подумать многодетный отец да еще и на скамье подсудимых а его состояние только растет ну хватит от скандала давайте лучше о погоде сегодня великобритании нас ожидает настоящий погодный микс на север и северо-западе приготовьтесь дождю зонтики в руки и вперед ловить капли а вот юг и восток могут порадоваться погода там будет более дружелюбный можно сказать даже теплый заместитель главного метеоролога метеобюро ник силстон обещает нам что на юге востоке столбики термометров могут подскочить до 29 градусов настоящее лето в конце августа кому это нравится ставьте лайки кстати у нас хорошая новость не только от метеорологов наш друг и коллега по стендапу виталий иванов решил поделиться с вами теплотой своих шуток он приглашает всех на свой сольный концерт о любви который пройдет в лестере в пятницу 6 сентября приходите будет весело на этом все дорогие зрители пусть ваше утро будет добрым а день солнечным а настроение безсолнечно после ряда нападений хуситов на суда в этом районе также сообщать простите также сообщается а а а а а а а и Субтитры подогнал «Симон»